Добрый день, Елена Васильевна. Здравствуйте. Меня беспокоит вопрос. У меня сын начал спеть, и не знает, что дальше делать. Лечили и все, что могли, делали. Чем можно помочь? Да, это очень серьезный вопрос, очень распространенные такие вопросы. Вы знаете, что если бы можно было вылечить всех тех людей, которые в предстрастии имеют к алкоголизму, какая была у нас бы хорошая жизнь. Но помочь можно любому. Тому, кто хочет и тому, о ком просят. Поняли? Можно помочь. Но самое интересное, в моей практике человек сам может принять решение, и он больше пить не будет. Все заложено в нашем мозге. Пока жив наш мозг, пока можно восстановить все остальное, и можно снять любую вредную привычку. Моя задача быть как бы направляющим вектором. Поняли? Вот я сейчас в брак диагностирую вашего сына. Так. Имя закрыто. Имя закрыто. Я вам скажу, почему. Пока не говорите имя, чтобы я его сейчас сама открыла. Я его в астрале найду. Потому что, когда сразу говорится имя, пока я не спрашиваю, вот, допустим, человека, труднее потом. Он как бы находится в материальном мире. А это в астрале. Сейчас выход идет в астрал. Сейчас она подсознание. Так. Я вижу, что в имени есть буква «Л» у него. Скорее всего, что она первая. Ну, если взять логикой подумать, возможно, это «Леонид». Буква «Л» первая. «Леонид». Так его зовут? «Лёня». «Лёня» вы его называете. «Лёня», да. Но он не Алексей, он «Леонид». В документах нет. «Лёня». «Лёша». Так. «Лёша». «Ой, вы знаете, дорогая вы моя». Он получил очень большой стресс. У него полностью сжат пучок гиса. Вот эта зеленая чакра закрыта. Это стресс не по личной жизни. Это какая-то угроза его жизни. Вы не переживайте. Я должна вам говорить правду то, что есть. Значит, какой-то был шантаж. Возможно, его на улице встретили. Какие-то, ну, какие-то отморозки. Такое бывает, но мужчины обычно не говорят об этом. Я просто это вижу. Он получил очень сильный стресс. И когда человек получает сильный стресс, допустим, после аварии, после автоаварии, после того, как вот встретили его какие-то люди, которые угрожали ему там и так далее, он, может, убежал, но, тем не менее, он стресс этот получил. Получается, что, как говорят, перед глазами прошла вся жизнь. Вот это тот момент, когда человек нуждается именно в корректировке поля. Вы поняли, да? Никто, кроме биотерапевта, здесь не поможет. Поэтому я сейчас раскрою его поле вашему Лёше. Да есть еще, не дай Бог, это совпало с даты рождения. Еще о дате рождения немножко расскажу. Какое слабое поле. Ой, смотри, ну, он, по-моему, у вас весы. Скорее всего, что он весы. Да? Он октябрьский? Ну, он может. Октябрьский? Можно, да. Угу. Он на переходе двух знаков родился. Он, по-моему, или 20-22 октября. Уже перед Скорпионом. Да. Вот так, потому что у него поле где-то полтора-два месяца. Так. Вот это есть причина. Когда раскроется его поле, у него повышается сила воли. Он как бы прозревает. Он как бы был в тумане. Он прозревает и говорит, что я делаю? Как я живу? Начинает себе задавать вот такие риторические вопросы. И человек принимает решение, перестает пить. Ну, и еще я вам скажу. Это такая наша маленькая будет хитрость вместе с вами. Нужно нарезать веточки молодой вишни, которые годичные. И варить чай. Если вы ему дадите где-то раза 3-4-5 попить этот чай, он отбивает желание к выпивке. Вот именно веточке вот это очень помогает. Ну, это не будет никак лишним. Но основное это 99% это нарушение в энергетике. А это просто я вам такую рекомендацию дала уже из своего опыта. Потому что в достижении цели любые средства хороши, правильно? И основной принцип прежде всего не навредить. В данном случае вреда никакого не будет. А польза будет несомненно очень огромная. Это отбивает тягу к спиртному. Поняли? Там есть такие вещества. Именно вот в молодых веточках вишни. Все, дорогая, вы почувствуете такое, что у вас как бы в груди растел цветок зеленый. Есть такое ощущение? Нет. И вы вдохнули глубоко. Вот это будет теперь все в порядке. Он примет решение, он перестанет пить. После Нового года это будет абсолютно тебе идеальный образ жизни. До Нового года пока еще потихонечку он будет принимать решение.